Сегодня состоялось первое заседание штаба, руководителем которого работ являюсь я. Выслушали ДП, администрацию морских портов Украины, выслушали план производства работ, поставили задачи для нас, чтобы ежедневно были отчеты по ходу работ и в каком этапе происходят ежедневные работы. Также проговорили с экологической инспекцией о том, чтобы был насчитан ущерб, который был нанесен экологией Черного моря и всем структурам, которые будут задействованы, поставлены задачи всем структурам, которые будут задействованы при ликвидации и подъеме Дельфи. Наша задача это координация всех структур и оказывание помощи подрядчику в охране акватории, в охране пляжа, подача электроэнергии, если это необходимо, и все сопутствующие инженерные коммуникации, которые будут необходимы. На сегодняшний день нам не представили ППР, ППР пообещало МПУ предоставить нам завтра, соответственно, данный проект производства работ будет утвержден капитаном порта, и после этого мы сможем рассмотреть, каким методом и какая методология будет подъема танкера. Исходя из этого, будет МПУ принимать решение о том, каким методом, соответственно, будет принимать. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, это расчистка каменной гряды, это подвоз определенного оборудования, сварочного оборудования, это идет вымывка песка из-под судна для того, чтобы облегчить и дать ему плавучести. И, соответственно, после этого уже будет применяться второй этап после подготовительных работ, в общем-то, сама работа по подъему. Мы категорически против экологической инспекции, также против деления его на части, соответственно, только целиком. В юрисдикство ДПМПУ работы перешли 21 числа, после того, как судоволагелец не справился с поставленной задачей. На сегодняшний день, вы совершенно правы, был 10 числа заключен трехсторонний договор между исполнителем, заказчиком и плательщиком. При этом исполнителем по договору является ООО «Кроншип», заказчиком является филиал наш одесский и плательщиком является ООО «Бруклин-Киев». Касательно этапов, которые предусмотрены, их всего три. Первый этап – это подготовительный, который на сегодняшний день уже производится. Второй – это выкренивание постановку на киль. И третий – это уже непосредственно, когда будет обследовано судно еще раз дополнительно, ему придадут плавучесть, и оно будет отбуксировано на место дальнейшего его расположения дислокации. Исходя из того ППР, который был представлен, сомнений нет, судно должны убрать. На сегодня производят замывку дна, разбор каменной гряды, устраняют пробоины, дополнительно параллельно обследуют, плюс завозят все необходимое оборудование, которое будет в дальнейшем использоваться для того, чтобы убрать судно с пляжа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok